Привет, бои-скауты, с вами Кьюбайт. Немного подвигается ролик с Капитан Марвел, разбором, пасхалок и так далее, хотя я им вплотную занимаюсь, но сегодня, вот несколько часов назад, вышел геймплейный ролик игры Marvel's Avengers, или же Мстители Марвел. Мы видели её на E3, также на Комиконе была закрытая панель, где показали несколько скинов, дополнительную информацию по коллекционному изданию, как раз таки в этом ролике я тоже об этом поговорю, потому что тогда я об этом особо не упоминал. Ну и в общем другие вещи, и конечно же сам геймплейный ролик, который сегодня выпустили, в качестве, всё как нужно, его много, ну два раза точно сливали в сеть, в плохом качестве, но геймплей этом особо не увидишь, потому что всё смазано, снято на телефон, короче, ну такое смотреть смысла особо не было. Ну, геймплейное видео начинается с того же материала, что нам показывали в трейлере для E3, но также есть слегка расширенные кадры, где Камала Кхан, это видимо сюрприз, встречает своих героев Мстителей. Она встречается с Тором, она встречается с Кэпом и Черной Вдовой, видимо с Брюсом Бэйнером, Железным Человеком и так далее. И мы, конечно, не видели в геймплейном ролике, точнее в первом трейлере игры, мы не видели Камалу Кхан, мы слышали только голос девочки, которая говорила о своих героях, но уже тогда было понятно, что это будет Мисс Марвел Камала Кхан, можете посмотреть мой ролик вот здесь, где я разбирался именно с тем трейлером. И я там прямо говорил, что скорее всего это она есть по многим причинам, так оно и оказалось, это в общем Камала Кхан, она видимо будет, ну чуть ли не главным героем этой игры, судя по всему. По трейлеру мы помним, что Мстители прилетели в Сан-Франциско на празднование, там был День Эй, то есть Avengers Day, и вдруг взрывается на мосту нечто, мост подрывается, и Мстители, конечно, тут же реагируют и направляются туда, чтобы разобраться с проблемой. И вот этот кадр, где Капитан Америка дает команду Тору и Железному Человеку, он сильно изменен по сравнению с тем, что нам показали в трейлере первом. Игра вообще сама по себе стала чуть светлее, если вы посмотрите даже на те же кадры, которые мы уже видели, игра слегка отличается по цветам, по гамме, по насыщенности, по яркости, в общем, покраска конкретной игры, она другая. И вот, наверное, новое мне нравится чуть больше, оно ярче, оно как-то выглядит, ну, натуральнее, может быть, и лучше, но старая цветовая гама, она что ли была такая более уютная и настоящая, ну, как мне показалось. Хотя, конечно, все доработки мне нравятся, потому что доработали кое-где лица персонажей, хотя меня они более-менее устраивали. У меня не было бомбежки, что это же не Роберт Дауни-младший, а это не Крис Эванс, почему они не похожи друг на друга, ну, в общем, тут-то понятно, это другая вселенная и ее трогать не нужно. Я видел множество комментариев и в своей группе ВКонтакте, в том числе о том, что игра выглядит совсем уж линейной и выглядит как просто проходилка, знаете, как лего-игра, только с такой хорошей графикой и с нормальными модельками, а не лего-человечками. То есть она какая-то очень линейная, понятно, что делать, понятно, там, ты побил врагов, идешь, разбиваешь и идешь дальше. То есть вот такой коридор у тебя получается и тебе не дают какой-то свободы действий побегать там, что-то там посмотреть, разбить, поискать какие-то, может быть, дополнительные квесты или какие-то скрытые детали. В общем, вот такой свободы нам не показывают, по крайней мере, в этом уровне, в этом геймплейном ролике. Но стоит напомнить, что это первая миссия, это еще такой туториал и здесь как раз-таки в этом ролике и в этой миссии будут обучать вас играть за персонажей. Первый персонаж это Торка, за которого дают нам поиграть. Бог Грома, Мьёльнир, вы и так о нем много знаете. И у него есть несколько специальных способностей, специальных возможностей. Да, кстати, что касается интерфейса игры, я уверен, что его еще будут дорабатывать и он будет выглядеть иначе, нежели то, что сейчас показывают. Сейчас там пару каких-то плашечек, где-то голос, где-то способности, я думаю, будет гораздо больше информации, наверное, к лучшему. Одна из способностей Тора это он может бросать Мьёльнир во врага и держать его там, пока он дерется просто кулаками. То есть он может сражаться без Мьёльнира, разумеется, он может разбрасывать врагов, а Мьёльнир в это время висит и держит врага. Как я понимаю, если верить комиксам, если верить даже тому, что нам показывают в киновселенной, если Мьёльнир бросить даже в какого-то мощного врага, то он будет способен его удержать. То есть не суть важна, в кого летит Мьёльнир. Так что если, например, у вас будет какой-то тяжелый противник, и вы бросите в него Мьёльнир, и он будет его держать, то будет окей. Но, скорее всего, мне почему-то кажется, что это работать не будет, и большие такие боссы, если они будут в игре, они будут просто Мьёльнир как-то или избегать, или отбивать. В общем, их вот так же пригвоздить, скажем так, примьёльнирить к стене не получится. Конечно, одна из способностей это призывать молнию, и также, когда Мьёльнир будет возвращаться к Тору, то он будет сносить врагов на своем пути. То есть это должно будет смотреться реалистично, и я надеюсь, что можно будет сделать, типа, знаете, такой круговой бросок, как это было в Торе 3, и разбивать врагов. Это было бы неплохо, но тогда Тор станет слишком имбовым, на мой взгляд. Следующий персонаж, на которого перекидывает управление, это Железный Человек. Вот его геймплей мне показался наиболее скучным на данный момент, по крайней мере. Я надеюсь, что в следующих уровнях и вообще в самой игре это будет получать развитие, можно будет играть немного не как в Тире, потому что сейчас это выглядит как игра, где ты летаешь Железным Человеком, типа, как, знаете, на смартфоны ты летаешь, это такой раннер, и ты должен разбивать цели или уворачиваться от них. Пока выглядит так, то есть геймплей Железного Человека, он какой-то, ну, не разнообразный, даже если его сравнить с тем, что показывали за того же Тора. Так что я надеюсь, в других уровнях дадут как-то с этим, ну, поиграться, пофантазировать с этим, будет лучше. Тем более, что уже сказали, за Железного Человека не обязательно вам все время летать, и это не персонаж, который постоянно будет находиться в воздухе, вы спокойно можете драться и на земле. Так что я надеюсь, что его раскроют, тем более Железный Человек сейчас на просто пике популярности, его в любом случае должны сделать интересным и суперграбельным в игре. Этот геймплейный ролик не вышел еще на русском языке, есть только на, по крайней мере, когда я делаю это видео, на английском с английскими субтитрами, я именно так и смотрел, чтобы понимать, о чем они говорят во время битв. И можно было заметить, если смотреть геймплей именно за Железного Человека, что он связывается с Марией Хилл, и Марией Хилл говорит, что с Гусей все в порядке, он рядом с ней, в общем, все с ним хорошо, потому что Тони спросил, как там кот. И это, очевидно, речь идет про Флеркина, про Гусю из Капитан Марвел, который многим зрителям понравился, очень смешной рыжий котик, который на самом деле не котик, спойлер. В комиксах его зовут Чуи, ну, в честь Чубаки, разумеется, из Звездных Войн. В Капитан Марвел сделали отсылку на фильм Топ Ган, на персонажа тоже по кличке Гусь, по псевдониму, по позывному Гусь. Что касается теперь игры, очевидно, они взяли это из фильма, перенесли в игру. Также это подтверждает то, что в игре будет Капитан Марвел, потому что если есть Гуся, есть Ник Фьюри, есть Мария Хилл, то где-то здесь рядом и Капитан Марвел. Тем более, в этой же вселенной одним из главных, видимо, героев будет Камала Кхан, которая получит свои силы от тригенового тумана, который исходит от взрыва кристалла тригена, что мы видели в первом трейлере, в этом геймплейном ролике отчасти. Так вот, Камала Кхан получит свои силы, у нее есть футболка с логотипом Капитан Марвел, очевидно, она ее фанатка, так что, ну, как и в комиксах все было. И она станет Мисс Марвел, а Капитан Марвел она существует, но она, видимо, где-то в отлете, как, в принципе, нам показали в Мстителях Финал. Следующий персонаж, на которого нас будут переключать, это Халк. Он, как всегда, яростный, как всегда крушит, он может, знаете, как в первых Мстителях, хватать врагов и бросать их туда-сюда, также он может брать два врага, бить их друг об друга, может их бросать, все, как обычно любит делать Халк. Что касается особенностей конкретно этой игры, то я заметил, что Халк все время становится зеленым, то есть вот это гамма-излучение, гамма-радиация, она витает в виде такого тумана или в виде какого-то газа вокруг него, и это видно, когда вы деретесь, когда вы получаете энергию, то есть он, видимо, становится яростнее, и поэтому он светится зеленым. В целом мне даже это нравится, потому что если бы он только бегал такой, знаете, темной, темно-зеленой глыбой, как лягушка, ну, было бы не так впечатляюще, что ли. А здесь что-то ярко-зеленое, ну, в общем, для Халка подходит. Но, правда, в геймплейные моменты, когда нам показывают Халка, игра ведет себя очень странно, она порой подвисает, видно, что немного падает FPS, где-то как-то картинка не совсем плавно себя ведет, то есть вот этот фрагмент, где Халк прыгает, очевидно, там очень много вот этих спрайтов огня, различных деталей, частичек, которые летают в воздухе, много металла, который Халк отламывает от автобусов, за которые он цепляется, прыгает по камням, камни, кстати, у моста тоже не отваливаются, что странно, конечно. И, в общем-то, там много вот таких деталей, которые можно было бы прикрутить и сказать, что игра прям совсем плохая, но это не так. Она выглядит действительно классно, и есть еще время ее доработать, но есть, конечно, элементы, которые вызывают подозрения, и типа такой, ну, игра выглядит пока не так хорошо, как хотелось бы, наверное. Тем более игра по Мстителям, которую стоило бы отработать на 100%, чтобы она была суперхорошей. Она и так соберет, конечно, скорее всего денег, потому что хайп Мстителей за счет Мстителей Финал, но хотелось бы, чтобы игра была еще годной. Это самое главное для игроков. Для меня даже не графон главен. Главен, странно. Главнее. А именно то, чтобы игра игралась весело, чтобы это было интересно и затягивало, и тебе хотелось это проходить. История была интересной. Геймплей за Капитана Америку мы практически пропустим, потому что мне он показался довольно проходным. Ну, то есть, да, конечно, ты можешь бить руками и бросать щит, но в целом, вот конкретно в этом отрывке нет ничего такого прям сверхъестественного. Даже, по-моему, в трейлере моменты были чуть понасыщеннее, чуть подинамичнее. Следующий геймплей это уже Черная Вдова, плюс перед этим нам показывают, что является Таскмастер. Все-таки это он снова. Догадки были не на пустом месте в том ролике в прошлом. Так вот, это действительно Таскмастер. И выглядит он очень похоже на то, что нам показывали в игре о Человеке-пауке для PlayStation 4. Также он максимально комиксный, как мне кажется. Горящий меч, щит с буквой Т. Правда, букву Т особо не видно, но когда он исчезает, щит, то она отлично заметна. Ну, в общем, это максимально каноничный Таскмастер, который может использовать свою главную фишку. Это фокусироваться на том, что делает персонаж, и как бы захватывать его движение, обучаться им. И поэтому он может скопировать стиль боя, и противостоять противнику, то есть даже его как-то контратаковать, дестабилизировать и так далее. Это он и проделывает с Наташей. Правда, она использует еще более крутую фишку. И очень странно, что это сработало на Таскмастере. Она исчезает, то есть это какая-то стелс-технология щита. И этим она его побеждает. Выглядит немного, типа, странно. У него же есть маска, наверняка есть какое-то супер зрение. Конечно, по итогу выясняется, что Таскмастер это, как всегда, наемник. Я не знаю, почему Мстители сразу не заподозрили, что здесь есть какая-то подстава. И он был просто отвлекающим маневром, чтобы можно было сделать всю работу в Химере. Вот так называется вот тот пилотируемый корабль, который похож на Гели Керриер. И, в общем-то, там взрывается кристалл. Вроде как умирает Капитан Америка, хотя это еще не подтверждено. И есть источники, которые говорят, что Капитан Америка все-таки будет жить. И этому есть тоже небольшие доказательства, о которых мы поговорим дальше. В общем-то, все завязывается на том, что компания, которая наняла Таскмастера, у которой, видимо, очень много денег, она решила почему-то по каким-то своим соображениям подставить Мстителей, так сказал сам Таскмастер. И уже на концепт-арте, а также на том, что нам уже показывали, мы узнаем, что это есть компания Аим. Она известна в комиксах, вы наверняка все знаете Модека удивительного. Так вот, эта компания, она после вот этого дня, в котором взорвется кристалл, очевидно, несколько больше появится супергероев и суперзлодеев, потому что появятся не люди такие, как Мисс Марвел, то есть появятся не мутанты, а люди со способностями. И вот после этого дня, то есть пройдет уже около пяти лет, будет такой же прыжок, как и в Мстителях Финал, Аим захватит, по крайней мере, Сан-Франциско, скорее всего, Нью-Йорк захватит и другие сферы деятельности, города, возможно, и страны. Мы видели, как Хэнк Пим, он тоже появится в этой игре и будет Человек-муравей, очевидно, он дрался с огромным роботом Аим в маленькой сцене после титров. И, в общем-то, как-то события будут из этого развиваться, и, конечно, Мстители в итоге захотят раскрыть правду для жителей всех городов, для жителей США, и сказать, что мы-то не виноваты, нас подставили, и, в общем-то, захотят все исправить. Также, если уже есть Хэнк Пим, то есть это один из самых оригинальных Мстителей в комиксах, то будут и появляться другие персонажи из комиксов, например, вот Таскмастеры упомянули, что он бывший агент Щ.И.Т.А., что он украл свое оружие из Щ.И.Т.А., ну, все, как и в комиксах, в общем-то. И многие персонажи точно так же подтверждают свою биографию комиксную, так что я думаю, создатели игры во многом будут основываться на том, что там показали уже несколько десятков лет назад. И также я думаю, что появится Ртуть, так как он тоже один из, ну, не оригинальных, но ранних Мстителей. Надеюсь, появится Алая Ведьма, потому что ее бы хотелось увидеть в этой игре, ну, Капитан Маги уже появится, Алая Ведьма будет шикарно смотреться в этом мире, за нее бы я с удовольствием поиграл, вот только представьте, вот это примерно то же самое, что и Тор, только еще бы такая красная магия, должно смотреться неплохо. Плюс будет множество дополнительных костюмов, и как раз-таки вот здесь подтверждается, что все-таки Стив Роджерс, скорее всего, жив, Капитан Америка. Я не ставлю на то, что он каким-то образом участвует в этой всей подставе, но, скорее всего, он выживет, потому что нам показывают дополнительные скины для него, и было бы глупо, если бы его, как бы, в первой миссии, в туториале исключают из игры, то есть он, по сути, мертв, а потом показывают пять лет спустя, и уже есть какие-то скины для него, куда их можно только тогда впихнуть. В общем-то, будет множество дополнительных скинов, которые будут отсылать и на комиксы, и, возможно, на киновселенную, я так думаю, и много-много всего разного. Также вы помните, что в игре будет многопользовательский режим, то есть можно будет играть с друзьями, и миссии будут поделены, то есть будут миссии, где можно играть в одиночку, где есть, ну, можно использовать все способности Мстителей и так далее. На этом как раз-таки на компании, на истории будет заточено, и вы помните, что вроде разработчики заявляли, что и саму историю, саму компанию игры можно будет пройти в несколько человек. Но также будут так называемые варзоны, где вы сможете играть в многопользовательскую игру, добывать скины, добывать какой-то лут и прочее, 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 и, конечно, там будут свои миссии. Создатели умеренно скрывают все то, что есть дальше. Они показывают немного геймплея, показывают какие-то скины, коллекционные издания, где будет фигурка Капитана Америки, и какие-то еще мелочи, но вот чего-то такого, знаете, глобального они пока не раскрывают. Да, видно, что они за несколько месяцев вот с E3 до Gamescom они доработали вот этот первый уровень, переделали его, переделали свет, доработали как-то сами скины, ну, в смысле, персонажи исправили лица немного и так далее, и выглядеть стало действительно лучше. Тем более, игра лично для меня выглядит неплохо. Да, есть проблема именно с коридорным вот таким прохождением, но я надеюсь, что это исправится другими уровнями, где карты будут немного по открытии. Открытого мира, скорее всего, как в Пауке на PS4 не будет, но будут локации, которые, ну, более-менее будут открыты. Далее, как я уже сказал, будет еще многопользовательский режим, где можно будет набивать скины, игра как бы будет зазывать вас снова, будет огромное количество бесплатных дополнений со скинами, бонусными уровнями и так далее, как я это понимаю. Следующий какой-то большой анонс будет в октябре, как сказали разработчики, и это, скорее всего, будет Комик-Кон в Нью-Йорке, так что ждем этого, ну, или что-то ближайшее, наверное, это будет Комик-Кон. Так что ждем больше новостей по этой игре, пока мне нравится, разработчики в любом случае работают, они показывают результаты своей работы, мы это тоже можем заметить. Игра выглядит для меня интересно, я в любом случае буду ее проходить, потому что это моя тема, это то, что я жду. Я ждал ее несколько лет до этого, для меня выглядит пока интересно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы они дорабатывали, и хотелось бы, чтобы вот этот коридорный режим, он не перешел на другие уровни. А в целом, графически меня устраивает, на самом деле. Я не скажу, что это какая-то игра для смартфона. На этом все, пишите свое мнение в комментариях, поддерживайте лайками, и оставайтесь на канале, потому что будет еще больше роликов. И поддерживайте колокольчиком, чтобы их не пропускать, потому что YouTube в последнее время очень странно выдает или не выдает ролики. Такое бывает. Оставайтесь и обязательно оставляйте мнение. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok